Доброе утро! Я говорю коллегам в студии и всем телезрителям. Сегодня готовим антре, или простыми словами, закуску из рыбных консерв и томатов. Я взял для рецепта двух видов. Это сайра и дальневосточная китаку. Красный репчатый лук, зелень, сырая морковь, яблоко, желательно кислое выбирайте. Но если под рукой не будет кислого, подойдет и сладкое. Соль, перец и, конечно же, майонез. Для начала мы натрем морковь на мелкой терке. Следом за морковкой у нас идет кисленькое яблоко. Теперь работаем над консервами. Вилкой хорошенько разминаем. Все, сайру я отправляю в белую глубокую тарелку. После того, как вы размяли рыбную консерву, это может быть любая рыбная консерва, как вы могли догадаться. Я использую киту и сайру, но это может быть скумбрия, это может быть горбуша, тунец, да что угодно. Также к основе мы добавим репчатый лук. Я использую красный, можно использовать обычный. Сейчас мы сюда же добавим зелень. Я использую классический микс. Это укроп и петрушка. Основы закуски практически готовы. Остается только заправить. Соус может быть разный. Это может быть оливковое масло, это может быть сметана или майонез. Я предпочитаю майонез провансаль торговой марки МЖК. Майонез приготовлен из сырья российских производителей. Хозяйки на заметку. Для того, чтобы сделать блюдо еще вкуснее, я использую провансаль от МЖК. Свежий майонез местного производства. Только из натуральных ингредиентов. И всегда радует качеством. Производится по традиционной гостовской рецептуре, которой уже более 40 лет. Провансаль от МЖК. Свежесть, натуральность, качество. Майонез добавляем по вкусу. После все это хорошенечко смешиваем. Не забываем посолить и поперчить. Тщательно перемешав, отправляем все это в холодильник, чтобы не терять лишнего времени. Пусть основа охлаждается, а тем временем нарежем для фундамента наших закусок томаты. Лучше подбирать не слишком крупные, но и, во всяком случае, не черри. Нарезанные кольца томата выкладываем на блюдо, и все, что нам останется сделать, это сверху выложить приготовленную нами основу. Мне кажется, дальневосточник сразу сможет определить, где закуска, приготовленная из дальневосточной киты, а где закуска, приготовленная из скумбрии. А вы как считаете? Ну, присмотритесь внимательно. Правдин приготовил? Приятно подкрепиться.